Почему именно Нью-Йорк? Потому что я больше ничего не видел, и я до сих пор, собственно, ничего не вижу. У меня человек спросил, у тебя есть диплом? Я говорю, нет. Он говорит, очень хорошо. Нам нужно сделать магазин. Что было дальше? Я, как все, хотел в Манхэттен. Ты сюда изо дня в день ездишь? Нет. Ты 10 лет здесь живешь и варишься в этой айтишечке, как ты говоришь. Айтишечка. Нью-Йорк. Вот у нас за спиной прекрасный вид. Манхэттен. Мы сейчас в Центральном парке. Погода радует. Нам все не повезло. Да, ничего нельзя сказать о двух предыдущих днях, потому что было холодно. Как вообще тебе Нью-Йорк как место для жизни? Я уже услышала какую-то любовь, переполняющую к этому месту. Ну, слушай, сейчас любви уже поменьше в плане того, что я вырос. То есть у меня нет уже вот этой фанатичной такой... О, Нью-Йорк, знаешь? То есть для меня было раньше. То есть я реально кайфовал, когда я там приехал. Когда я в первый раз вышел из метро в Манхэттене, вот именно в самый первый раз. Я вообще, то есть там... Я тоже помню это ощущение. Понимаешь, то есть... Да. Кстати, есть интересная смешная история, могу рассказать, буквально минуту. Я когда вышел в первый раз, я вот так вот встал, знаешь, такой вот. И то есть я стоял минуты две. То есть потом это все немножко стыканилось. Я помню, я потом через два года примерно с того момента приехал опять в Манхэттен. Сижу там, пью кофеечек возле метро. И выходит из метро какой-то парень. Вот видно по лицу, что какое-то такое европейское, знаешь, происхожение. Скорее всего, русский. И вот он тоже выходит такой, знаешь, и я к нему похожу. Я говорю, что типа в первый раз он говорит, да. Вот я говорю, вот у меня была такая же ситуация ровно два года назад. Это было, да, это было клево. Но сейчас я уже хожу вот мимо там Таймсквера, знаешь, как будто там мимо, не знаю, там магазина где-нибудь. Ну там сложно, ты знаешь, мимо магазина там просто через эту толпу. Ну я имею в виду, что, знаешь, у меня, то есть это уже не, это не то, что там, о, Таймсквер. То есть, ну Таймсквер и Таймсквер. То есть, у меня такое приземленное отношение к Нью-Йорку уже. То есть, у меня нет вот этой вот дикой любви, но она осталась, естественно, потому что как бы я отсюда никуда не уезжал. И там лет, наверное, думаю, в 20 еще точно не уеду. То есть, как бы, вот у меня нет никаких планов куда-то переезжать. Назови три минуса и три плюса. Ну, начнем с минусов, чтобы не... Минусы очень дорогой город. То есть, ну, понимаешь, Сиэтл, по-моему, сейчас дороже уже. Ой, не Сиэтл этот, Сан-Диего. Или Сан-Франциско, Сан-Диего. Ну, они Манхэттен и Сан-Франциско где-то. Да, может быть наравне, но я вот слышал, что местами даже уже дороже. Сидней там довольно дорогой, говорят, город австралийский. Еще, то есть, есть города, может быть, дороже. Сингапур очень дорогой город, я знаю, да. То есть, но Нью-Йорк очень дорогой город. То есть, как бы там ни было, вот цены на квартиры, понимаешь. Самая дорогая, это недвижимость. То есть, все остальное довольно делаешь его, на самом деле. Еда не такая дорогая, проезд не такой дорогой. Ну, знаешь, тоже почти 3 доллара за поездку. Да, но ты можешь купить Unlim на неделю за 30 баксов и ездить. Это все зависит от того, как ты ездишь, да. То есть, как бы, я не говорю, что это дешево, да. Я просто говорю, что это не так бьет. То есть, это не сравнится с Минском или с Москвой. Там дешевле, понятно, метро. Но пока никто не умер от того, что там 3 доллара проезд. Ну, вот как ты считаешь, сколько нужно зарабатывать здесь, чтобы жить комфортно? Ну, и опять же, только скажи, это для одного человека или для семьи? Да, ну, вот смотри, мы с женой, нас двое, и мы живем в квартире в новом доме. Это новый дом. Да. То есть, я специально выбирал. У меня были варианты, можешь там заехать похуже, но подешевле, знаешь. То есть, потом, когда я просто посмотрел, что сдается, я понял, что нет, я лучше, знаешь, чуть-чуть переплачу, но зато я как бы заеду. Вот. Мы живем в новом доме, все хорошо. Мы ходим в Whole Foods чаще всего. Да. Whole Foods, для справки, это такой магазин достаточно... Это типа азбуки вкуса в Москве, знаешь, это такой для хипстеров, такой полуорганик, там даже, по-моему, органик. То есть, это довольно дорогая штука, чтобы туда ходить. Вот. И, ну, мы не всегда туда, мы иногда ходим в обычные магазины, но иногда мы заезжаем туда. И что у нас еще? Машин у меня нет, она мне не нужна. Ну, да. Я езжу на метро. Ни к чему. И, ну, вот, собственно, и все. Вот у меня, я могу сказать, что как PHP-шник, которые не получают много. То есть, там, джависта, я знаю, получают больше. Еще, там, если чувак на C++ профессионально пишет, он вообще там гораздо больше получает. Мне хватает с головой, и у меня остается чуть-чуть меньше половины. То есть, чуть-чуть меньше половины. Понимаешь, это довольно... Ну, это с учетом и ты, и жена работаете. Нет, я только один работаю. Только ты работаю. Жена тратит мои деньги, а она не работает. Ну, пока. Она сейчас ищет работу, она учит язык. Я недавно ее привез. Вот. И, ну, пока я работаю один, да. И все равно остается чуть-чуть меньше половины. Это нормально. Ну, конечно, это неплохо. Ну, вот мы поговорили. Это минус один. Что еще? Тесно. Ты идешь в Манхэттене, тесно. То есть, это второй минус. Но это не то, что для меня минус, но многие считают, что это минус. Кстати, туда же относится то, что он типа грязный. Очень многие люди не любят этого. Я читал кучу там фидбэков, видосов, там смотрел, все говорят, помойка типа, знаешь. Но я не считаю, что это помойка. Ну, действительно, как бы, конечно, если с Минском сравнивать, то, конечно, очень грязно. Ну, ты что? У нас там вообще... Вчера я гуляла целый день по Манхэттену, и у меня сложилась такая очень простая философия этого города. Если ты смотришь наверх, то он просто безумный, завораживающий, красивый. Но если ты смотришь вниз под ноги, значит, ты видишь, ну, собственно, то, что ты видишь. Не, ну, смотри, к этому... То есть, ну, мы люди должны понимать, куда они приезжают, да? То есть, это большой город, он сложный, он затягивает. Понятно, что там есть мусор, там иногда грязно. Знаешь, но у нас тоже есть бомжи, хотя, по-моему, со Франциско мы никогда не переплюнем, да? Там просто вообще мрак. Вот. Есть проблемы, да, и как бы, когда мне человек говорит, что тут грязно, я говорю, ну, если ты просто смотришь на это, да? То есть, есть много на что смотреть. То есть, есть там 300 музеев в городе, понимаешь, иди посмотри. Там куча небоскребов, просто посмотри немножечко, как ты говоришь, наверх, и все будет совершенно по-другому. Поэтому, ну, это просто фидбэк людей, больше ничего. Да, это так. Ну, а плюсы? Плюсы какие? Плюсы, значит, это все очень круто. Понимаешь, что я лично получаю нереально дичайший вообще кайф, угар от того, что это джун. То есть, каждый... Ну, а чего конкретно? Ну, каждый раз, ну, тот же Централ Парк, я когда сюда приезжаю, он, я всегда нахожу что-то новое. Он очень большой, тут есть какие-то места, где я еще не был, или я уже был, но все равно они новые. Понимаешь, то есть, куча мест в Манхэттене, то есть, ты не можешь обойти Нью-Йорк сразу. Это занимает годы, и даже если ты уже где-то был, то есть, этот город, он всегда другой. Твоё любимое место на сегодня? Моё любимое место, это Хайлайн, это первое. Да, парк новый, да? Это такой парк, который идет, там были раньше железнодорожные пути. Да, я вчера как раз сказала. Да, очень красиво, очень клёво. Кстати, чуваки, которые сделали Хайлайн, они еще сделали парк Зарядье. Зарядье, да. Я хочу попасть, хотя я не люблю Москву, но вот очень хочу. Очень красиво. Это Хайлайн, это Централ Парк, это, ну и третье место, это, наверное, Бруклин Бридж, вот этот парк, который перед мостом. Там есть такой променад. Да, да. Вот там просто, вот, вот просто вообще. То есть ты туда приходишь, особенно если на закате, там, между летом и вот осенью, когда уже не жарко, но еще и не холодно, просто вау. Все это три места. Да, здорово. Я предлагаю вернуться нам с тобой к PHP. Да, давай. Поскольку ты все это время им занимаешься. Да, все время занимаешься. Расскажи, как ты считаешь, во-первых, с чего нужно начинать этот, изучать этот язык? Смотри, вообще сейчас я бы людям порекомендовал все-таки подумать, хотят ли они туда лезть, потому что тут двоякая ситуация. С одной стороны, ну, понимаешь, вообще у PHP очень дурная такая репутация. То есть это считается язык плохой, ужасный, он самый плохой, он кривой, он там медленный, еще что-то. И основная претензия людей это в том, что там очень много пишут людей, не очень умных, мягко говоря, и получается на выходе просто какая-то полная ерунда вообще. Вот, на самом деле это не так. То есть, ну, понимаешь, репутация у языка есть, ты от нее никуда не денешься, все. Но защити, ты как представитель этого. Я могу сказать, что это было раньше. То есть я когда начинал, в 2004 год или 2005 я начинал заниматься ПХП, но именно серьезно я могу заниматься, тогда вышла книжка Дмитрия Котерова, есть такой Дмитрий Котеров, он написал PHP 5 подлинники. Там сначала 4, PHP 4 подлинники, потом 5. Ты такая вот, такой здоровый Талмут, там 600 страниц, и ты это все дело читаешь, ты примерно понимаешь. И вот тогда был ужасный язык. То есть просто, там объектная модель, в четвертой версии вообще почти не было, в пятой ее допилили, вот, но она была кривая. Он был медленный, он был какой-то такой, там не было этих, есть такая штука, namespace очень важная, ее тоже не было. То есть написать что-то стоящее на нем, то есть ты, понимаешь, это было очень такой, ну, это как кататься, вот, я не знаю, на велике без седла, понимаешь, это очень круто, но очень больно. То есть ты как бы делаешь это, и он был таким, сейчас это вообще другой язык. Вот сейчас вышла седьмая версия языка несколько лет назад, ее допилили, вот, в сентябре буквально вышел там последний релиз, который стабильный, 7, там, 2, по-моему, и он, вот, он просто вот, бусечка, понимаешь, то есть там, вот, то есть все, что были, все, там не убрали все проблемы, но их почти убрали. Язык стал лучше, то есть это уже не тот ПХП, на который все там наговаривают, но, понимаешь, у него осталась репутация, и у него остались какие-то проблемы еще, которые у него были, вот, но нужно людям просто понять, хотят ли они это делать, потому что от этого будет зависеть вообще весь их карьерный путь, понимаешь, вот мне, например, не стыдно, что я там ПХПшник, я горжусь тем, что я ПХПшник, то есть это, это клево, я с помощью него обеспечиваю себя, свою семью и дальше еще все. То есть мне вообще не страшно, что там через 10 лет он умрет, слушай, 80, вот, по-моему, на этот год, не знаю, на 17 год, 80, 78 процентов всего, что есть в вебе, оно написано на ПХП. 78, то есть это даже не, это не даже не три четверти, это больше, то есть это, это солиднейшая часть, понимаешь, и как бы это уже, это ужасно популярный язык, он, 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 он почти везде, то есть как бы, и может быть им стоит заниматься в этом плане, если кто-то хочет там вот быстро, хорошо и клево найти работу, в ПХП, пожалуйста, да, то есть кому-то это не нравится, потому что он там читал со форумов, говорит, не, я не буду, потому что на меня там будут показывать пальцем. Если все-таки вот я решила, что буду изучать ПХП, а с чего начинать? Начинать с выбора, есть такая штука, называется фреймворк, то есть это, это условно говоря, такой каскад, какой-то такой каркас, на котором ты делаешь, ну вот, как у дома фундамент, вот примерно то же самое, то есть ты должна выбрать инструмент, с которым ты будешь, на основе которого ты будешь делать, потому что на чистом ПХП мало сейчас кто пишет, это какие-то люди, либо, которые вообще не признают ничего, что есть, я имею в виду из текущих инструментов, либо какие-то узкоспециализированные там мега задачи, понимаешь, вот, и ты должна выбрать себе фреймворк, фреймворков, их немало и немного, их там, по-моему, штук 10 всего. Ну что, нам пришлось немного переместиться, потому что, оказалось, мы снимали в неположенном месте, но я думаю, что этот вид даже лучше, правда, большой город, шумный город, поэтому я надеюсь, вы простите, если у нас будет сзади небольшой шум, но я надеюсь, что это поможет вам ощутить эту атмосферу большого города. Мы продолжаем, и я хотела бы узнать по поводу того выбора фреймворка, мы говорили, да? Как бы ты посоветовал подходить к этому вопросу? Ну, смотри, ты должна понять, удобно тебе с ним или нет, это самое главное. Ну, это как вот, там, купить квартиру, понимаешь, то есть ты же, ты понимаешь, там, ты смотришь, нравится тебе квартира или нет, понимаешь, это сразу почти. И с ним то же самое должно быть, то есть ты должна взять существующие какие-то вещи, которые сейчас есть, и посмотреть, каждый пощупать, то есть там, как ты себя чувствуешь, попробуй что-то на нем сделать. И опции, у тебя опции немного, на самом деле. То есть основные, я тебе перечислю, расскажу просто про каждый чуть-чуть, да? Есть Zend, такой Zend Framework, очень такой комбайн, знаешь, что есть, как бы, кто-то его любит, я его терпеть не могу. Он очень большой, непроворотливый, какой-то медленный, непонятный, я вообще не знаю, почему на нем еще кто-то до сих пор пишет, если есть там лучшие вещи. Тебе он не нужен, это точно. Есть Symfony, очень классная штучка, давно была сделана, вот второй Symfony был вот просто супер сделан, и люди его уважают, любят, он, я не знаю насчет СНГ, как он там популярен или нет, в Штатах довольно популярен. У меня есть знакомый Андрей, такой чувак, он на нем пилит что-то там такое серьезное, очень хорошее, вот ему очень нравится. Есть CakePHP тебе не нужен, ну просто не нужен, хотя вот я позавчера посмотрел их сайт, они допилили, там, по-моему, третья какая-то там уже версия, и все так симпатичненько, модерн, новенько, знаешь, вроде все там даже на месте, все, что надо, вот, но что-то мне он сначала не зашел, а сейчас уже не хочу к нему возвращаться, вот, тебе может, кстати, закатиться, то есть это один из вариантов. Есть Codeigniter, это штука, с которой начинал я, именно в плане фреймворков, и он, он клевенький, он такой легенький, очень низкий паров вхождения, то есть ты там буквально, ты за три часа, ты можешь просто вот понять, что к чему, там у них есть книжка, ты ее читаешь, и, и ты, и ты уже написала свой бложек, условно говоря, там, да, то есть как бы все классно. Вот, ты можешь на нее продолжать, но он очень, знаешь, он очень такой детский, то есть там нет серьезных вещей, которые должны быть, вот, в восемнадцатом, в девятнадцатом году они должны быть, у тебя их не будет сразу, то есть это, это в лес, то есть ты не можешь с ним ничего делать. Есть очень популярен на территории СНГ, Россия, Беларусь, вот, после СССР, такой фреймворк называется ЮИ. Да, вот сделал какой-то китаец, один из монтейнеров сейчас, главных это русский такой чел, Александр какой-то там, я не помню, как его зовут, но он мне не нравится тем, что я увидел. Понимаешь, ты открываешь, и я просто, я когда смотрел, я просто, ну, я был в ужасе, то есть я, вот, мне сразу категорично нет, то есть кому-то он идет, то есть очень многие люди на нем пишут, вот, до сих пор, и он развивается, вот сейчас они вторую версию сделали, очень хорошую, но я посмотрел, и нет, вот, вот просто никак. То есть это, понимаешь, это мне, у меня были ощущения, знакомые с Джавой, то есть когда вот я первый раз посмотрел Джаву, вот эти вот простыни кода, вот эти вот просто, там вообще, то есть я не могу. И потом я смотрел, что еще, и есть такая штука, называется Лара-Вэ, сейчас версия 5.7 вот недавно вышла, я начинал с четвертой версии, это было года четыре назад, вот мега вообще вещь, понимаешь, то есть как бы у него есть, конечно, свои минусы, там первые релизы какие-то были дырявые, там что-то еще, но это было в прошлом, вот сейчас версия, которая есть, ну, а один из минусов еще то, что у него довольно высокий порог вхождения, поэтому если ты все-таки захочешь на Лара-Вэл, ты должна взять, ну, там, или еще кто-то захочет, ты должна, ты берешь четвертую версию, она еще живая, ставишь ее себе, читаешь документацию, что-то на нем пилишь там пару месяцев, и потом ты плавненько переезжаешь на пятую, и все, потому что пятая версия, они сделали вот все по фаншую, все как надо, все классненько, и там есть все вещи, которые тебе нужны, потому что цель, ну, понимаешь, смысл фреймворка в том, чтобы ты не пилила все с ноля, то есть, как ты, тебе не нужно пили, то есть, все веб-приложения, которые ты там потенциально можешь написать, они в основном состоят из одного и того же, да, то есть, там есть слой, там, авторизации, логин, пароль, бам, есть там аккаунт, есть там еще что-то, есть сессии, понимаешь, эти все вещи, они, они с ноля, ну, ты не хочешь их писать с ноля, то есть, тебе нужно что-то такое, что уже будет, и ты на основе этого строишь свой апп какой-то, да, вот, и вот в Лара-Вэлле есть, все, то есть, я думаю, что для пхпшника в 2018 году, который не ориентируется на СНГ, потому что в СНГ больше работы на ЮИ, больше работы на Симфонии, больше работы на каком-нибудь там, я не знаю, еще что-нибудь там, на Лара-Вэлле больше работы здесь, да, но его, понимаешь, он растет, то есть, это, я знаю, что он был в 2016 году первым на гитхабе по звездам в категории пхп, и он, по-моему, до сих пор первый по звездам на гитхабе в категории пхп, потому что, ну, понимаешь, пока это лучшее, что они вообще придут, то есть, его сделал чувак такой, Тейлор, и он вот, он начинал тоже с Код Эгнайтера, и вот он написал его, как такую новую версию Код Эгнайтера под себя, понимаешь, то есть, он понял, чего ему не хватает, все это сделал, и сначала это все было кримоватенькое, сейчас это вылизано просто вот идеально, то есть, ты берешь и работаешь, и там у тебя, то есть, у тебя основная философия, наверное, его, это то, кстати, еще почему он мне нравится, это то, что у тебя, когда делаешь потом приложение, ты не думаешь о том, как его сделать, то есть, как вот что-то написать, как заставить там авторизацию работать, почему у тебя падает сессия там в интернет-эксплоре, знаешь, там, а кроме не падает, то есть, там таких проблем нету, потому что он, он берет компоненты вот этого симфонии, то, что ты говорил, очень много использует, но у него своя вот архитектура очень-то клевенько сделана, и он очень гибкий, он очень классный, то есть, он тебе дает все инструменты из коробки, и у тебя полностью исчезает вот эта вот боль, вот этот ад, насчет того, как пофиксить там что-то, знаешь, там, как мне сделать авторизацию, а как мне сделать там очереди, а как мне сделать там сессии, еще что-нибудь, то есть, у него все есть, у него вот там, по-моему, 20 или 25 компонентов таких, которые покрывают, ну, 99,9% всех твоих потребностей, еще плюс его в том, что у него огромнейшее комьюнити, понимаешь, даже если ты что-то не нашла, даже если тебе что-то непонятное, тебе что-то нужно, и тебе лень это писать, ну, как правило, так и бывает, да, то есть, ты идешь на форумы, там, Laravel.io или какой-нибудь еще, и ты берешь какой-то пэкэдж, который ты сможешь завязать потом, то есть, ты себе его ставишь, и ты его завязываешь, то есть, мне нравится поддержка, мне нравится, что в нем меньше всего, ну, я, по крайней мере, все, меньше всего увидел агрессии вот в сообществе, потому что, когда я приходил в сообщество Symphony, были товарищи, которые там друг друга, знаешь, там, просто расстреливали, условно говоря, были такие же люди в UE вот этом, то есть, я тоже был на паре форумов, я читал, я просто не понимал, ну, зачем это все выносить, то есть, как бы, были, там вот с Laravel агрессии меньше всего, то есть, я просто, она есть, конечно, но ее гораздо меньше, поэтому тебе, если ты там начинающий пхп, не начинающий пхпшник, а если ты пхпшник с началом профессионального пути, да, вот ты хочешь серьезно там пилить, ты берешь лоровальчик, и ты на нем пилишь. Здорово. У меня завершающий вопрос, который может быть слегка философский, слегка прикладной. Кто такой хороший разработчик? Вот человек, с которым бы ты пошел в разведку в плане делать какие-то дела, работать, кто этот человек для тебя? Смотри, это человек, который, ну, это банально, то есть, это человек, который понимает, который понимает, что он делает, и не просто понимает, что он делает, а он понимает, зачем он это делает, то есть, не в плане, что нужно ему с этого, то есть, что он с этого получит, как-то он себя там потешит, знаешь, вот он что-то там очередное сделал, он это делал зачем в плане того что что будет на выходе вообще в общем плане то есть куда это все приведет потому что основная проблема которая которая была у меня очень много лет решилась наверно лет пять назад только и у моих там друзей каких-то знакомых она до сих пор есть это то что люди у них есть там огромнейшая технологическая база у них есть они там но как программисты они вот именно с технологической точки зрения они шикарны они все знают там все делают клевенько но у них проблема с процессом то есть им и то есть они они не понимают как вести проект они не понимают особенности этого и я понял одно что ты когда ты что-то делал но прошло творчество то есть ты как бы рисуешь художник не рисует картину папа он рисует для себя но в то же время и его заботишь что будет дальше тут ситуация аналогичная ты должна понимать наверное что будет конце вот у меня был случай когда ну то есть у меня есть моя компания ко мне приходит там иногда люди говорят нам нужно что то да вот не там полгода назад позвонил человек мне нужен сайт когда мне звонить человек игре что ему нужен сайт ему не нужен сайт на самом деле ему нужно ему нужно решение его задачи по сути это то же самое что ты вот там купила машину новую ты не купила машину ты купила возможность быстро удобно передвигаться ты не хочешь сидеть там транспорте еще что-то вот с этой точки зрения должна подходить когда ты решишь этот вопрос у тебя все все эти штучки они расставятся ты поймешь что нужно делать как можно писать как не могу как не нужно писать да что когда ты что-то делаешь это важно потому что в том плане что еще потом кто-то на это будет смотреть кто-то с этим будет работать не обязательно ты это можем это могут быть я или еще кто-то там неважно и цель вот основная цель должна быть то есть когда пилишь проект ты понимаешь что да ты его запилил чудак и но ты на моего продала слова и что дальше Знаешь, у тебя должна быть что-то еще помимо денег, помимо твоего вот этого эго, знаешь, программистского, что да, я клево написал код, но он, по сути, там, он полезного ничего не делает. Знаешь, это должна быть именно вот проект полезный с точки зрения того, куда он приведет. Это, наверное, главное. Здорово, отличный ответ. Спасибо за то, что ты поделился своей историей и за то, что ты стал нашим проводником в мир нью-йоркского IT. И я желаю, чтобы твоя карьера складывалась так, как тебе этого хочется. Но у нас на этом все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Спасибо Нью-Йорку, что подарила нам такую хорошую погоду сегодня. Супер. И такой прекрасный вид. На этом все. Всем пока. Встречаемся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok